Субтитры делал DimaTorzok Собираемся на благовестие в чат рулетку Отпишите кто будет участвовать Плюс поставьте чтобы понятно было кто Отпишите кто будет С нашей стороны вы слышишь меня Вячеслав? Да Кого набираешь? Женщины никогда чтобы в этой группе не были Им туда вход запрещен А мужчины чтобы все были с бородами Если безбородуют туда не принимайте Иначе это нам на разрушение пойдет Принято Тогда будем проверять Так ну вот сразу Анатолий как у вас с бородой? Все в порядке? А меня не видно да? Да не видно Что-то я не понял почему не работает Ну видно фотографии Все нормально А я сейчас тогда переподключусь наверное или как? Да Сейчас секунду Так Значит участвует Владислав Ковачев Ездра Игнатий Тихонович Вячеслав Виталий Анатолий Меньшиков Да здесь все С бородами А Надежда Васильевна вон я смотрю тоже Ну и отправлю домой Ее подруги ввели Она из-за не могла опять А тут что-то поспешила Она не поняла что это не занятие Все отключил Так ну все Нас шесть человек сегодня Володя ушел в другую Там где мы Трапезной обедаем После богослужения Он ушел туда Потому что рядом Тут забиваю я его В комнате Не идет Не тянет Так что он там участвует Но как-то записывает тоже Он с нами Все хорошо Тогда семь человек Это уже хорошо Ну начинаем Мы сейчас расходимся Я советы дам кое-что У кого есть второй том Наши книги Открытым оком Второй том Еще У меня вроде 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 есть у меня Надо проверить Зеленого цвета У меня есть Игнат Тихонович Подготовиться надо Чтобы кто будет беседовать Ну у вас есть это я знаю Ладно не отвлекайся Вячеслав Вот она Покажи ее как Покажи Как она выглядит Вот посмотрите В раю Адам и Ева Зелень райская Там как раз Разбирается Как беседовать с людьми Если сектанты будет Как беседовать с мусульманами Там нету В то время у нас Не было их ни одного Но я кое-что Маленько говорю И за это время За неделю То прошло То были встречи Еще немножко Никогда не переходите На то Что они начинают говорить Вы определенная Щетка Только Не пристанно Говорите об этом Иисусу слава Он умер за нас Вот мы Если пользуемся Еврейским трудом То это Определенное И Все время Говорите Почему у всех народностей Было жертвоприношение Нам нужно подвести человека К пониманию Смысла жертвы Почему еще Первые люди в раю И вдруг Жертву приносят Их кто учил Требования были Моисеева закона Не было Никто ничего не говорил И они не знали Что приносить Но Авель Уже принес жертву Потому что Сам стал жертвенным И каждая жертва Каждый ягненок Каждый теленок А Голубок Они указывали На Христа Без пролития крови Нет прощения грехов Вот отсюда Это самый Коронный вопрос Его разрабатывайте Смотрите Употребляйте Это я говорю О мусульманах Когда с ними Встречаете Для чего Из этого не выходите Баран Баран не понимает Он осознанно Не может взять На себя грех Поэтому Ветхозаветные Только как Тень указывали Как младенческий Возраст Человечества Вот так Если у нас Ветхозаветные Есть То мы его Там не переправляем Там неправильно Как они Исказили Ну ни на чем Не основаны Просто бредню Несут Поэтому мы берем Еврейское У нас Торы Пятикнижие Абсолютно Одинаковые Все танахи Которые евреи Говорят У нас до буковки Все сохраняется И мы благодарим Бога Что Масареты Сохранили это Вот А это так Ничего не зная Человек Который считать Не умеет А исказили Бросили И все взял Так что это все время Имейте ввиду И находите такие подходы Чтоб дать собеседнику Понять это Все Расходимся Помолимся Давайте Молитесь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Мы поступаем По слову Твоему Идите И проповедуйте Евангелие Всей твари Господи Благослови нас На этот День И на этот подвиг Пошли людей Твоих Господи Которые готовы услышать Слово Твое Святое И нам вложи Слова Твои В уста Наши Господи Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Через час Встречаемся Здесь Сколько сейчас Время Это уже Минуты Аминь 12.07 Через час 12 Через час Ровно Мы встречаемся Здесь же Так что Все разговоры Там заканчивать Успевайте Все Отходим И воскрес Для нашего Оправдания И люди Этого не знают Разбратничают Лгут Безобразничают А Слово Божие Дано нам Каждому И кто будет Отвергать Слово Божие Он умер За грехи Наши И воскрес У меня Тем более Как бы Даже Я даже Сам родился 7 января У Кождества Это как бы Немного Так Скид Конечно Это Но это Можно назвать Числави Это грех Вы знаете Что грех Нарушение Воли Божией А волю Божией Нужно знать И Слово Его Ой Сейчас Кругом Одни Грешники Все Все Грешники Разбратники Это место Рулетка Собрались Скелеты Половина Голые Лежат Даже не в рулетке Дело Все Кругом Грешат Бабы Обучества Бледуют Понимаете Блуд Спасной В реальной жизни Они в рулетке Да реально Эта жизнь Туда и подтолкнула Потому что Ничего нет за душой Я теист Я сатанист И начинает Хвалиться этим Когда за это Уготовлен вечный огонь Сатаной В озере огненном Ну как бы да Мы все на все Будут отвечать Никак бы Никак бы Никак бы Никаких нету У Бога нет серенькой мглы А есть только свет И тьма Из тьмы Господь Вы на все равно Все на все будут отвечать В любом случае Вы библию читали Когда нибудь Библию читали Нет Нет А вы слышали Что в разных религиях Народах Приносят жертву баранов Ой там не только жертву баранов Там и дети Жертву Быков Баранов Везде Жертву приносят Все нации Почему Почему Потому что нужно Чтобы кто-то взял Вину на себя Поэтому возложили на животных А Иисус Сын Божий Второе лицо Троицы Пришел И взял грехи мира на себя И умер И умер за нас И мы можем иметь прощение Через покаяние Грехи наши искуплены Ясно Ладно Батя Пойду я дальше Удачи тебе В поиске собеседника Так Вы не рассказывайте Что не знаете Слушайте то что известно Известное слово Божие До свидания Батя До свидания Доброе утро Слава Иисусу Христу Что-то вас не видно Скрыто вы куда-то Скрылись Я вам хотел Добро принести Вот такая книга У вас есть она? Святая Библия Называется Нет Да Есть у меня А вы показать можете? Так Так Принесет В этой книге написано Как жить Правильно У меня где-то было Но я не знаю где Вот Что там написано детское что ли Не вижу Как там Библия для детей Ветхий Новый Завет Ну молодцы Молодцы Вы Вы Старайтесь каждый день читать ее Каждый день читайте Потому что это Господь для нас Оставил его слово То есть как нам надо жить Чтобы душа наша Не погибла А с Богом Вечной жизни пребывала После смерти Спасибо за совет Обязательно ходите в Храм Божий Обязательно Без этого А ты что священник? Я не священник Я православный христианин Верующий Я верующий Да Вот людей призываю Чтобы они Уверовали Отошли от своих Плохих дел Ну хоть один нормальный человек А то все остальные Показываю там Свои достоинства Ну вот Вот именно Вы Зря сюда зашли Здесь делать вам нечего Лучше Пойдите в Храм Сегодня воскресный день Воскресенье Знаете почему называется? Воскресный день А почему Знаете Потому что Воскрес Христос Да Христос Да Потому что Две тысячи лет назад Практически Иисус Христос воскрес То есть Его распяли на кресте А Иисус Христос Это Бог То есть Господь Воплотился В человек Да Воплотился Умер на кресте И воскрес в третий день И поэтому мы празднуем А почему Знаете 2020 год у нас Вот идет Почему От какого дня идет От Рождества Христова Да От Рождества Христового Видите Весь мир От этого Этим живет А ты можешь Все видные Пересказать? Что? Можешь Все видные Пересказать? Нет Она большая Пересказать Я могу Вкратце Вкратце Купили вам Знаешь сколько Вот этой библии есть? Сколько? Она еще у моей бабушки была Которая часть Семьи Секрет Вот видите как Обязательно читайте А вы можете зайти На наш канал В ютубе У нас большой канал 34 миллиона просмотров Как называется Канал называется Канал называется Во свете библии Как еще раз Во свете библии И там такой Дедушка нарисован С книгами Сейчас Подожди Не отключайся 40 тысяч Больше 40 тысяч Подписчиков И вы увидите 43 тысячи подписчиков Да Что? 43 тысячи подписчиков Да И 34 миллиона просмотров Вот этот? Да 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 Вот Подписывайтесь Вы там Очень интересно Самый богатый канал Наверное в мире Потому что 17 тысяч роликов Тысяч Представляете 17 тысяч роликов А ты в этих видео есть? Что? А ты в этих видео есть? Не слышу Что-то я плохо А ты есть В этих видео? Есть Я там есть Увидите меня тоже Я там есть И вы себя увидите Потом Да И себя тоже Вы увидите А это вы сейчас подписались Там есть второй канал Это тут два канала Здесь еще и другой Какой канал? Во свете библии Игнатий Лапкин Называют Канал Прям надо набрать Канал Во свете библии Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Ну в течение 10 дней Где-то Потому что Вот тут вы хорошие И с вами хорошо общаться А многие И матерятся И всякие непотребности Показываются И надо вырезать Это все В компьютерные игры Никогда не играйте В компьютерные игры Потому что Вы Вот кто играет В компьютерные игры Тот в храме Не может простоять Сознание теряет То есть бесноватые Становятся Я уже из опыта знаю Не надо С людьми Незнакомыми Разговаривать С мальчиками Играть там Только В будущем Когда уже По благословению Родителей Только так Можно Встречаться Там с мальчиком И если только С целью То есть Он верующий Должен быть Если не верующий С неверующими Никогда не общайтесь Даже Потому что Неверующие Это Вдруг кого-то Что? А если Ты влюбился В кого-то? А это нет Это вранье Все Это обманывают Нет такого Что ты влюбился Это как животные То есть Если быстро Влюбился То значит Быстро Разлюбился То есть Это буквально Ненадолго Пройдет Да Это не любовь Все Любовь Это такое Которое Трудом добывается Раньше Родители Сводили Своих детей И все И начинали Другу любить И уважать Любовь Это жертва То есть Ты когда готов Ради другого человека Для спасения его души Многим чем Пожертвовать Семья Любовь У тебя тут Свои листы С этими чатами Летки Вот Да Да Это нет Это тоже Другой канал Ну вот там Два канала У вас видите Библии Вы увидите Один у которого Видно подписчиков Вот это тот Правильный А где не видно Это тот Который Он просто Дублирует Потому что Плохие люди Хотят постоянно Как-то его Стереть этот канал И поэтому Дубликат создается Там два Подписчиков Два канала В одном Видно подписчиков А в другом Не видно Вот которым Видно Это вот Заходите А так Можете на оба Там В обоих Ну ладно Я тогда Буду отходить Заходите Много чего Видите А в Библии Есть Про Безответную Любовь В Библии Все ответы Есть Просто Смотрите Безответная Любовь Это Не Любовь То есть То что вы думаете Что у вас Любовь Это не Любовь Это обычно Тяга Как бы Половая К другому Человеку То есть Ее нету Это Временно Пройдет Просто И все Это Даже Внимание Не надо На это Обращать Человек Должен быть Которого Вы полюбите Должен быть Во первых Очень любить Бога Должен быть Честный Никогда Не врать Если он Бога Не любит То ему Все Можно Он И обманет Вас И прочее То есть Он же Бога Не боится Значит Обманет И бросит Если он Не верующий То все Забудьте Про него Да Вот Вот там Всякие Видео Снизу Видно Посмотрите Там Детский Лагерь Стан Посмотрите Как с детьми Общаемся Как проверки Полиция Приходит Проверки Прокуратура Ну ладно Я пойду Дальше Вам Всего Божьего Благословения А для чего Вы это делаете Здесь Людей Видели Чем люди Занимаются Вот мы Их Призываем К покаянию С этой Целью Мы Заходим Сюда Ну да Мы Просто Например Там Редко Встречаются Люди Которые Просто Хотят Пообщаться Просто Поговорить Там Узнать Что-то Новое Человек И все Остальные Обзываются Матами Показывают Там Свои Достоинства Ну вот Смотрите Если вы Пообщаться Хотите То в скайпе В скайпе Наберите Игнатий Лапкин И вы Выйдете На вот Этого Дедушку Которым 81 год И он На все Вопросы Может Ответить И про Безответную Любовь Да Да Он на все Вопросы Отвечает И он Доступен Всегда Для вас Будет Игнатий Лапкин Запишите В скайпе Выйдете И задайте Все вопросы Можете Даже Родители С собой Взять Он Известный Человек Ого Какая у вас Кошка Запомнили Да Игнатий Лапкин Вот Я написал Игнатий Лапкин Вот Заходите И пообщайтесь Все вопросы Будут Даны Ответы Ну Какая Красавица А у меня Кошка Тайский Пород А я Сейчас Подождите Сейчас Пронесу Более Ой, какие миленькие! А сколько месяцев? А им не месяцев, им две недели только будет завтра. А как их зовут? Миленькие. А как их зовут? Белый и черный. Логично. Пять штук родила нам. Пять? Мол, а как-то любить кошку это грим. Вот тут. Нельзя мне такой поры, то что ей научить нельзя просто. Ну ладно. Давайте с Богом оставайтесь. Спасибо. Читайте Библию. До славы Божьей. За грехи людей. Чтобы в этом месте разврата засиял свет божественной милости и прощения. Сильно. Да. Иисус Христос умер за наши грехи. Взял на себя бремя нашей беззакония, чтобы веруя в него мы получили благодать прощения. Я крещеный, я знаю, я знаю, ты мне это можешь это не рассказывать. Я крещеный, я сам крестик ношу на груди с детства. И для вас кем является Иисус Христос? Сыном Божиим, спасителем человеческим. Спасителем. А пророки какие-нибудь говорили где-нибудь, что он придет спасить или умрет за грехи людей? Пророчества были какие-нибудь? Были, конечно, до Иисуса. Были пророки. Я не назову их сейчас. Я не помню их. Это пророк Исаия, 53 глава. Полностью вся оба Христе. Еще в раю Господь сказал, будешь поражать змея в голову, а он будет жарить в питу. Это речь шла о победе на Голгофе. Понял тебя, батя. Ладно, побежал дальше. А что дальше-то? Мы вам скажем, какое у нас сокровище, какие у нас ресурсы, какой ютуб. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас огромный опыт здесь, мы можем поделиться с вами. Спасибо, отец. Я, наверное, не готов сейчас на этот разговор. Ну, запомните, если потребуется, в скайпе Игнатий Лапкин. В скайпе, вы меня сразу найдете, я один. Скайпе Игнатий Лапкин. С Богом. Добро. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Будьба. Халлоу. Готов. А вам меня слышно? Да. Я православный крестьянин. И хочу сказать вам, что то, к чему вы стремитесь, заходя в эту рулетку, это губит вашу душу. Это грех. Это разрушает. Ты знаешь, зачем мы заходим сюда? Мы заходим сюда, к нам нечего делать, там скучно, мы тут веселимся, находим на этих угадных людей, с которых мы просто смеемся. Мы не занимаемся, здесь развратом. Снег ваш, да, обратиться в плач, написанную в писании. Это не разрушение, понимаете? А зачем ты тут смеешь? Здесь разрушение сплошное. Вы же сами видите, что здесь творится. Здесь только блудят, непонятно чем занимаются. Ну мы же не занимаемся этим. Но вы этому потворствуете как бы, потому что вы смотрите это. Вы в этом тоже... Мы не смотрим на это, нам это неприятно видеть, как люди занимаются кофе-кернёй. Это неприятно видеть, вы бы сюда не заходили. Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что... Это всё, за всё это вы ответите перед Богом, понимаете? И мне придётся за всё своё отвечать, и вам придётся. Я грею, если кто-то не отвечает. Чё, блядь, не отрисаю? Вы хотели что-то сказать? Я вас попрошу не противиться, пожалуйста. Это тоже вас искверняет. Зачем вы это делаете? В этом нет ничего страшного. Люди, которые матерятся, они более искренние и не эмоциональные. Это неправда. Я сейчас вам предельно искренне. Я вам от сердца говорю. Ничего своего не ищу. Но я же не матерюсь. Я вам хочу сказать, что Иисус Христос умер за вас. Он пострадал на кресте, чтобы искупить ваши грехи. Он воскрес и обещал, чтобы ему воскресить. Но это не то же, что собака. Душа наша отличная, понимаете? Это очевидно, по-моему. Почему-то люди об этом не задумываются. Господь нас любит и придаёт к себе, призывает, чтобы мы отверглись дьявола, и дел его. Она не мешает. У вас есть такая книга? Я сейчас открытый. Нет, нет. Это Библия. Здесь содержится Слово Божие. Слова Иисуса Христа о вечной жизни. И Господь Иисус Христос сказал, когда пришёл на землю. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. По этому слову мы должны жить. Мы должны жить просто даром. Даром даётся прощение, понимаете? Мы должны принять его. Успокаиваться. Исследовать путём его. Соблюдая его заповеди. Ну вот я хотел до вас донести. Может у вас вопросы какие-то есть? Есть какие-то вопросы? Нет. Нет. У меня кто живёт? Нет вопросов у вас? Нет. Знаете, у нас есть видеоканал в Ютубе. Довольно большой. Называется «Во свете Библии». Три слова. Можете зайти и посмотреть, как живут православные христиане. Там строится православная деревня очень интересная. Православная мужчина. Девушки ходят не так, как сейчас принято. Вот всё, полуголые. Они там в платках. В одежде очень красивой. В юбках все, понимаете? Мужчины нет. Да ты сказал, выключить Бог. Так Бог все горил. И самое главное, что ответы на многие-многие вопросы вы можете там получить. Пока у вас, к сожалению, в вопросах не возникает, но придёт время, они обязательно возникнут. Когда сатана вас добьёт грехами вот этими вот всеми. Понимаете? Какая сатана, Господи? Когда вы на земле живы, душа и тело ваше неразрывны, и вы имеете возможность на покаяние. А когда вы умрёте, возможности покаяться уже не будет. Вы уже воочию увидите всё, что вас ожидает. Вы уже увидите самого Господа. Но уже возможности покаяться не будет. А вот типа у нас есть знакомый, да? И он говорит, что у него душа уже до дна в аду горит. Типа всё такое. То, что он там связывается с какими-то духами и так далее. Короче, вот. Как можно это говорить? Много разных. Вы знаете, у каждого свои тараканы в голове. Я не знаю, откуда он это взял. Это просто бреднее. Конечно, пока он ещё, вы его видите, он живой. Он не может душой мучиться где-то отдельно. Нет, конечно. Мы будем судимы после смерти. Смерть это... Это же смерть не вечная. Это только тело умирает. А дальше от душа... А если люди не крещённые и не верят в это? Ну, крещённые это ещё не значит, что не верят. Это не связанные вещи. А если вообще не верят? Нет. То он осуждён написано, неверующий. Он сам себя осудил на погибель. Верующий Сына, то есть у Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. А неверующий не имеет жизни. Но вновь Божий пребывает на нём. И написано также, горе смеющимся ныне. Этира. Ой, да. Пойдём, купер, если у нас. Пойдём, купер, если у нас. Так, это никуда не денешься. Извинение. 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 У вас ещё есть вопросы? Нет. нет ооо а в киеве в но я вас прошу еще раз возьмите в обществе у меня есть вопрос если человек приходит в церковь и он плачет что это значит Как мне говорили, что это значит, что в человеке есть какие-то бедствия, бедствия. Когда человек приходит в церковь, начинает плакать. Плакать можно по разным причинам. И слезы слезам рознь. То есть человек может плакать от покаяния. Когда человек кается, начинает вогрекаться и пред Богом, это вызывает слезы, вызывает плач. И такой плач угоден Богу, приятен Ему. Этого Господь от нас ждет. А бывает, что человек просто придет в церковь, и ему нравится, как там поют на хоре, как там все красиво. Или это так, знаете, душу размягчает. И человек там, ну, женщины обычно плакать начинают. Это не те слезы, это просто чувства такие слезы. Не ведущие к очищению души нашей. Я дьявола вызываю. У вас там еще кто-то есть? Может, он подойдет к камере, и у него вопросы какие-то есть? Нет. Он не знает. У вас еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Но это вообще, человек, могут селиться бесы? Конечно, могут. И да, если вы Евангелие прочтете, вы в многих случаях там узнаете. Был такой случай, когда в человека вселился легион бесов. Легион это очень много. Когда Господь исцелил его, и бесы попросили его, чтобы свиней в садо свиной от Угряда Домбова запустил их. А еще про свиней? Не знаю, не знаю. И бесы, они по природе своей все уничтожают. То есть, хочется все убить и уничтожить. Поэтому они этих свиней просто собрало в море, спустили. Пусть дальше, не знаю. Но человек освободился. Это только полотенцов. То есть, у человека может даже не один бес вселиться, а легион бесов. Находясь здесь, находясь вот в этой вот рулетке там, или занимаясь вот такими непотребствами всякими грехами, то прямо это все. У человека также может вселиться бес. Как раз через грехи человек беша в себя и впускает. Какие там типа вот эти вот грехи? Зависть, блудство? Кричем. А что? Кричем. А что вы говорите? В какой у вас вопрос? Да мы вспоминаем эти грехи. Какие есть грехи? Я не вселюсь. Ну вот, я слышала там то, что зависть, алчность, там, блуд. Вот такое. В общем, была ситуация в мае-апреле где-то, я ходила в церковь. Там я начала очень сильно плакать, я не знаю почему, меня не могла успокоить мама, меня напоили водой. Мы потом пришли домой, и мама говорит, что, ну типа, вообще люди, которые платят в церковь, в церкви, в них могут сидеться бесы. Мы с ней начали искать, почему, что это может значить. И там мы нашли причины, по которым могут сидеться бесы. Вот грехи всякие, вот это все, и перепады настроения, что ты сначала можешь быть очень веселым, а потом в какой-то момент просто взять и зареветь. И в общем, мы сидели, как бы читали это все, мне было очень весело, а потом вот просто, потом резко я, ну как бы я смеялась, я упала на пол, и я резко начала очень сильно плакать, и меня опять не могла успокоиться. Потом я опять начала очень сильно смеяться. Это просто я дебил? Или это что-то может быть? Ну, с вами происходило, да? Да. Ну как, вы были в сознании, вы это сами делали, или вы чувствовали, что что-то у вас стало? Я чувствую, да. Ну, это нехорошо, я ничего не могу, а вытушительного сказать. А что делать с этим нужно? Написано в Евангелии, что род сей, то есть духи злобы, не изгоняются из человека не иначе, кроме как постом и молитвой. То есть вы должны, покаявшись перед Богом, взять на себя пост. Пост, ну что это, не знаю, я думаю, это ограничение себя в пище, вот этих всех веселушках, и молитва, постоянное обращение к Богу от души, от сердца. И Господь вытаскивает из любого греха, из любого состояния, спасая душу. Ну, я читала, что в таком случае нужно идти в церковь, к батюшке, да, и что там он уже будет сам решать, что делать? А я батюшка в церкви вам должен объяснить. Ну, прежде всего, должна быть у вас вера, вера в Иисуса Христа, вера евангельская. Потому что у нас сейчас сложилось так вот в стране, что вера такая стала православная, обрядовая, и там воды святой набрать, свечку поставить, вот это все, а это все не спасает, это все, ну, мишура, так скажем. А самое главное, это жить по Евангелию, это уверовать в Иисуса Христа, принять Его спасительную жертву на кресте и последовать Его заповедям. В церкви дается таинство, когда вы последуете за Господом, примите крещение, крещение, кстати говоря, должно быть не иначе, как полным троекратным погружением, полным погружением, как сейчас делается во многих церквах. Просто, может, вы не знаете, видели, поливают, там, либо скопшика на голову, либо вообще там ладошкой мокрой. Это беззаконие, так делать не должно. Если вам в жизни придется с этим столкнуться, не соглашайтесь на такое никогда, если будете принимать крещение. Оно должно быть полным троекратным погружением от настоящего священника в церкви. Секс считается за грех? Что? Секс считается за грех? Секс? Нет. Это Богом установленное мероприятие, понимаете, для провожения народа. Но, если человек неестественно употребляет эту свою функцию, начинает развратничать, там, с разными женщинами, то есть там, или вообще мужчины на мужчине, это все разврат. И это уже грех. Это страшный грех. Блок, садомия и все прочее. А со скольки лет это нормально? Что? Со скольки лет нормально этим заниматься? Со скольки? Да. Ну, когда человек созревает, это не со скольки лет. Это с того момента, когда человек вступит в брак. Законный брак, понимаете? В нем брака этого быть не должно. Это блудка, это грех. Что ты делаешь, пожалуйста, обувь? В этом везде погряз сейчас весь мир. Блудятина сплошная, понимаете? За это все каждому придется ответить. Что случилось в этой жизни? Мы привыкли угадать свои плоти, своему телу. У человека современного нету силы жить по духу, понимаете? Это только Господом дается, духом святым. Если вы покаетесь, то Господь даст вам и силу избавиться от грехов. Непременно. А удовлетворять самого себя это норма? О чем вы говорите? Ну, парни, вот, дрочек. Девушки, вот, дрочек. Что вы сказали? Что? Что вы сказали? Я говорю, конечно, это не норма, этого быть не должно. Это также грех, который называется там. В Библии прям есть это слово, в Малаке, что ли, как он сейчас не припомнит. Ананизм. Вот ананизм называется. А знаете, почему он так называется? Почему? А потому что был такой Анан, в Библии вы можете прочитать. Он, вместо того, чтобы, в общем, ему досталась жена, как бы, от брата умершего. Ну, по закону древнему так было положено. То есть, жена, брат должен умершему своему брату восстановить семя. Восстановить, то есть, ребенка сделает. И когда эта жена зашла к Анану, то он не... Они спали, и вот не впустил семя, а на землю выпустил. То есть, это не был ананизм, а с тех пор ананизм стал называться от имени этого человека, Анану. И это, конечно же, грех. Господь покарал его. Вон, ему хуй, блядь, и я буду следствовать вставать. У меня еще есть вопрос? Нет. У меня есть. Я вам говорим, кажется, еще раз напомню. В Ютубе можете зайти в канал «Восвете Библии». Там, ну, просто... Очень много, очень важных вещей вы найдете. У меня вопрос есть. Тут вопрос. А, пожалуйста. Говори тебе. Почему ты такой добрый? Адекватных вопросов нет у вас? Случайно. А, нет. Хорошо. Это самое... Тогда я благодарю вас за беседу. А, у меня еще один вопрос. Где ты взял эту... Да, Федор, успокойся. Ну что? Если у вас есть вопросы, молодой человек, то... А вы... Вы можете на скайп выйти, на скайп поговорить. Согласны? Вы... Федор, с кем поговорить? Да вот, ну, например. Привет. Что? Не могу сказать. Я поговорю на Кире, я расскажу. У меня есть, знаете, духовный наставник, который мне о Христе рассказал. Через которого я покаялся. Это очень мудрый, уже успехонный когда-то человек. И он, принимая любого по скайпу, может ему позвонить и задать любые вопросы. Вообще, не только даже о Боге, но и какие-то жизненные вопросы. И он на все вопросы дает очень мудрые ответы. Вы можете в скайпе набрать и узнать Геннадий Тихонович, Геннадий Лапкин. Лапкин. Вот. Вот там один человек может его набрать. Игнатий Лапкин. Вот. Выйти на него и задать вопросы. Нет, вообще. Вы можете прямо сейчас в Ютубе набрать. Во свете Библии. Вы не понимаете, зайдите на этот канал. Хорошо. Ну ладно. Всего доброго. Все, вы с дайами, с дайами. Ну, дай Бог здоровья. Я попрошу вас... Вы можете, чтобы не ругаться? Вы можете не придуряться, внимательно слушать? Покажите, как надо. Это закон Божий? Я читал Бугли. Закон Божий открывает нам дверь к спасению. Иисус умер за грехи людей и ждет покаяния их. И воскрес из мертвых. Это самая радостная весть. Наши грехи взял тот, который невиновен. И умер за нас. Мы для этого пришли в это место разврата, тьмы и мрака. Чтобы рассказать людям о любви Божией. А у вас есть доказательства того, что Иисус действительно воскрес и то, что такой персонаж вообще существовал? Лучшего доказательства того, что две тысячи лет христианство стоит на этом. И вы, если не молились, то вы не знаете. Это внутреннее свидетельство. На деньгах, которые крутятся в судьбе? Никаких денег тут нет. Без денег. Никаких денег в судьбах нет. Библия говорит о том, что будет дальше. Никаких миллиардов не надо поставить резиденцию за триллион рублей. Понимаете? Никакие миллиарды не помогут сказать, что будет завтра. А Бог говорит, за тысячи лет вперед что будет. Это в Библии написано. Мы можем сказать, как развиваться будут политические события в мире. Что будет завтра? Завтра. Сегодня то, что идет подготовка. Так, вы вопрос задали? В церкви работаете? Вам это не надо, потому что вы не выслушиваете. Пословица говорит, мудрый знает и спросит, а глупец и не знает и не спросит. Мы спрашиваем вас. Я сказал... Внимательно слушай. Библия говорит о том, что этот мир сотворен Богом. И Богом он будет предан сожжению за грехи людей. Это все подошло... А если я не верю в Библию? А если я верю в науку? Видите, вы ничего не выслушиваете и не знаете. Но наука, она же не безрассудная. Все меняется. Книги, по которым учили сто лет назад, их теперь нигде даже нет. Вот тебе и наука. И упражнение по-другому. Во всех вопросах. Во всех вопросах. На месте она развивается, поэтому и книги... Ну и нельзя верить в то, что только развивается. Нужно верить в константу. А константа это Бог. Эволюция, я не могу предать. Что вы видите? Ну эволюция. Филак произошел, в чем эволюция, это потому что доказано. А что доказано? Слон и таракан это одно и то же? А как может так быть? Слон остается слоном. Нигде отклонения нет малейшего. Жираф остается жирафом. Муха остается мухой. Пчела пчелой. И пчела в муху никогда не превратится. И наоборот. Какое они... Вы говорите, что они произошли от сродных организмов еще за много миллионов... Да каких много? Много. Хоть тысячу. Нигде нет промежуточных звеньев. Ни в насекомом мире. Ни в птицах. Ни в животных. Ни в человек-обезьяна. Нету промежуточных. Никаких австралопитеков нету. Академик Верхов доказал. Взятые кости от разных животных на расстоянии до 5 метров. И что? Это означает, что ничего не было. Человек остается человеком, обезьяной, обезьяной. Как хорошо. А почему люди не верят? Потому что написано, делающий зло и не идет к свету. Человек самое совершенное создание Божие. И человек этому не удивляется. У человека есть совесть. Зачем это могу? Речь. Речь. Просмотр вперед. Совесть. Ни в одном животном нигде нету. А, говорит, природа. У природы ума нету, а человек ум имеет. Как? Откуда она в природе бы взялась-то? Природа не может дать то, чего у нее нету. Так что вы хорошенько этот вопрос себе до себя уясните. Библия говорит о том, что Иисус пришел на землю, а люди не приняли его, распяли. А он все равно зовет воскресшую, чтобы покаялись. Жили для Бога. А здесь только что? Ложь, блуд, табакокурение, сквернословие. А то без Бога жизнь-то какая она жизнь? Жизни-то нету никакой. Как вы относитесь к нашим политикам? Кому? К нашей политике, я относюсь к России. Так я не понял, к нашим политикам? К политике в России в целом. Ну, в целом, если где-то что-то делают, прислушаясь к голосу Божию, тогда идет как надо. Вот Путин, Владимир Владимирович, когда Нордос захватили, он говорит, я впервые встал на колени перед иконой и сказал, Господи, вразуми, что делать? Я не могу людей туда бросить, иначе взорвется все. Вот и все. За кого голосование? Что? За кого голосование? Никогда не голосуем, потому что там один обман. Наш голос отдан за Христа. Вы уважаете Путина? Ну, как же, не знаю. Мои книги у него в библиотеке стоят, видели. А вы кто? Ну, кто я? Я кто? Пенсионер теперь. А раньше я преподавал одновременно в пяти университетах, в Доме ученых, три радиопрограммы. У меня вышло 38 книг в бумажном варианте только. А скажите, как вас зовут? Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнол, Алтайский край. Вы зарядите где-нибудь в Ютубе канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. Сейчас, канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Это я на Ютубе канал? В Ютубе канал так называется. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас огромный канал. Там лично моих 17,5 тысяч роликов. И вы зарабатываете на этом? Нет, не зарабатываю ни копейки. Мы все делаем бесплатно. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Вы найдете, что я начальник детского лагеря основал. 48 лет фактически бесплатно. Тысячи детей подняли. Вы зайдите там. У нас миссионерская поездка была. Я подписался на вас. Да, зайдите. А если в скайпе зайдете, скайп, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Я вам все материалы скину сразу. Можно. Вот что. Сука, подарите. Если вы зайдете... Послушайте, пожалуйста. Если зарядите во свете библии Игнатий Лапкин, через гугл сайт. Не ютуб, сайт. И в сайте там вы... Вы нашли уже. Сайт. Точно так же. Вы нашли. Нет, это вы наш ютуб. Нашли у тебя. А вот если сайт найдете, там все книги мои. Все книги. 41 книги. Вы себя обеспечили какой-то лукной жизнью или что? Как, как, как? Это полная. Наполненная жизнь. Мне 81-й год идет. У меня за слово Божие пять тюрем и лагерь за спиной. И вы там все увидите. Государственная фирма, она снятая. Занявшая первое место на международном киноконкурсе. И вторая фирма, моя биография. Златоуст из Потеряки. Первое место в России. Документальный. Но у вас вот на ютубе мы увидели в роликах рекламу от самого ютуба. А это значит, что ютуб должен вам платить за это деньги? Нет, мы не берем ничего нигде. У нас нет. У нас вот церковь. У нас церкви с тарелкой не ходят. Ни за крещение ни за что нет. Свечи не покупают. Мы сами воск с пасеки берем. Свои люди свечи льют и ставят. Мы православные. Русская православная церковь. А если бы я, например, хочу стать католиком? Ну, пожалуйста, у нас с католиками хорошие отношения. Но это церковь настоящая. Ну, с большим числом может быть заблуждение. То есть вы глубоко уверены в том, что православие, как бы, православие, оно более правдивое, чем... Да, да, более... Меньше заблуждений, так скажем. Меньше. Православие... А как же другие люди? А очень просто. Я еще раз скажу. Определитель один. И книга правил называется у нас 719 правил. У нас не нарушается ни одно, а в официальных где-то, которые... 719 правил, 413 нарушаются. 57 процентов. Ну, а если, например, в любой другой религии ее представитель также скажет то, что он прав, а, например, не вы? Ну, так вот. Здесь я скажу, процентов 90 это щатрулетка, это мусульманская. Они признают вот эту книгу. Я говорю, тогда прочитай, что написано. Он не знает. У нас расхождение с ними. У меня один том написан. Каждая книга у меня 752 страниц. А одна посвящена Корану. Корану. 5216 расхождение. С Кораном у нас расхождение, с Библии. 5216. Я исследование провел. А еврейская Тора... Что вам в жизни дала правильная политика? Ну, я вам расскажу, что дала. В первую очередь так. Я родился в религиозной семье, старообрядческой, беспоповцы. Мать сказала, нельзя пионеру вступать, нельзя воровать, пить, курить, материться, женщины иметь дело. И меня Бог от всего этого сохранил. Служил я в морфлоте и в ракетных частях. Занимаюсь в это время в армии, когда служу. Я занимался одновременно уже на семи языках. Мне Бог дал это. И теперь после армии я работаю во флоте, учусь в мореходке, добиваюсь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии из трех языков. И в это время, я понимаю, в душе пустота. Я сильный, здоровый, деньги есть, жизнь пустоя. И когда дали мне Библию, я через полчаса склонился, я был другой. Вам сказала мать, что надо оберегаться там от женщин. У вас нет детей, получается, нет жены? До свадьбы нельзя иметь. У нас бракососочетания идут, и дети, и внуки, и правнуки. Развратить нельзя. А жить в церкви венчание идёт. Что, вы не видели, разве? Красочные, понимаете, таинства у нас как? А она девственница, и он не знал женщин. Это верность до гроба. У нас нету, чтобы жен меняли. Жена у вас есть? Про меня говорить не надо, она рядом тут. Вот мы вместе идём в храм. Мы в храм вместе идём. В храм вместе. И я её искать в другом месте не буду, если я где-то в командировке. А мне 81-й год уже идёт. Я этого говорила, да. Понятно? И когда вы зайдёте в наш сайт, и там это всё увидите. Это жизнь в Боге. Великая цель. Господь тебе позволяет это делать. Вот я вернулся, когда сотрудничаю с тюрьмой в 18 лет. Тысячам заключённых помогаем. Бесплатно. Я начальник детского лагеря 45 и 3, 48 лет. Бесплатно. Тысячи детей подняли. У нас воспитанники известны на весь мир. Заканчивают университеты с красными дипломами. Это вы всё на сайте, на нашем увидите. Как наши люди одеты, как в хиджабе. Православное. Платье до полу. В общем, вы зашли в чат-рулетку, чтобы рекламировать свой сайт и продвигать его? Что? Вы зашли в чат-рулетку, чтобы рекламировать свой сайт? Не сайт рекламировать, а сказать людям, где выход из этой беды. Чат-рулетка – это самое развратное в мире место. Сквернословие. Безумие плашное. Ложь непрерывная. И мы здесь нашлюжа. Мы сюда пришли, как врачи, в больное место. И уже нашли здесь более 200 человек. Мы вас поняли, мы вас услышали. Ваша политика и позиция нам ясна. И у нас она будет отличаться и спорить об этом сейчас, по-моему, глупо. А мы не спорим. Знаете, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Мы не спорим. Я просто сказал вам, вы всё верите, нет, это ваше дело. С Богом это осмысленно. Смерти нету, смерти нету. Что это даёт? У меня даёт от того, что я смерть не признаю. Есть переход из одной жизни в другую. Господь, Бог, творец неба и земли, дал человеку свободу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...